Пресс-конференция у нас сегодня в поле сферитацией молодежского движения. С чем пришла Ирина? Она расскажет. Ирина Чиговец, координатор группы «Володежская сестра Милосердия» и адвокат Головков Олег. Добрый день или утро. На данный момент в соцсетях и в общественном движении Харькова очень большие кривотолки вокруг нашей организации, вокруг и лично моей персоны о нашей волонтерской работе. Есть люди, которые в чем-то обменяют, есть также люди, которые в чем-то хвалят. Хотелось бы все-таки ответить публично, при абсолютно всех людях, соответственно, выложить эту пресс-конференцию у себя на странице и у себя в группе, на те вопросы, которые больше всего интересовали тех людей, которые писали что-то в соцсетях по поводу работы конкретно нашей волонтерской организации. Так, с чего начать? Ну, первое, с чего хотелось бы начать, это, наверное, о том, что пишут по поводу печального события в нашем городе, по поводу теракта 22 февраля. После теракта в нашу организацию принесли крупные суммы денег для того, чтобы можно было помочь ребятам, которые погибли, и тем ребятам, которые находились на лечении и получили осколочные ранения, как правильно сказать, в момент этого теракта. Постоянно говорят о том, что деньги не дошли до адресатов, что вроде как я их себе прикарманила, что вроде как наш фонд нецелесообразно их потратил. Хотелось бы ответить на этот вопрос. Сумма, которую внес один из наших жителей нашего города, очень крупная сумма, 200 тысяч гривен, о чем неоднократно было указано на нашей странице и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Эта сумма по нашему решению, так как она была передана нам, была роздана пострадавшим, погибшим ребятам в этом теракте. А именно, была передана сестре подполковника милиции, который погиб и проживает в Первомайске, 50 тысяч гривен. 50 тысяч гривен было передано семье Дидека Даниила, погибшего нашего парня-героя. 50 тысяч гривен было передано дочери и жене Игоря Толмачева, погибшего. 50 тысяч гривен осталось на руках. Значит, попытки связаться с родителями Николая, погибшего, к сожалению, закончились лично нашим неуспехом. Не получилось этого всего сделать. Было очень много желающих получить эти 50 тысяч гривен, но по решению нашего коллектива и по согласованию с человеком, который эти 50 тысяч гривен передал, на них было закуплено необходимое оборудование и матрасы, всякие разные операционные наборы и так далее. Все, что нужно было для Института неотложной хирургии, о чем был подробный пост, где были выложены квитанции, платежки об оплате на закупку этого оборудования и этих необходимых средств, равно как и фотографии. И имеются акты приема-передачи, и больница этого отрисать не будет. Почему именно эта больница была выбрана? Потому что, когда все больницы города, всех четырех ребят, которые получили серьезные осколки, ну, скажем таким словом, послали, эта больница взялась и выточила все осколки и из молодого парня Дениски, и из Дмитрия нашего добровольца батальона Харьков-1, и парень по имени Сергей, который точно так же пострадал при этом театре, и девушка Юля. Далее были суммы, соответственно, была именно эта больница выбрана, поэтому именно на них были потрачены эти деньги, потому что они очень хорошо отнеслись к ребятам, абсолютно безвозмездно все это сделали. Далее суммы, которые были переданы. Кто-то приходил и передавал деньги и просил, вот передайте, пожалуйста, лично отцу погибшего Данила, потому что я папа его одноклассника. Мы приезжали к семье, передавали 50 тысяч гривен и передавали эту сумму семье, мы присутствовали там, я была там, естественно, не сама, там точно так же был и директор школы, и родители, оба родителя погибшего, к сожалению, парня. Очень жаль, что с этими людьми связало именно такое печальное событие. Вот, далее были те суммы, которые приносили ребята, в том числе и собранные волонтерами деньги, которые хотели помочь, которые приносили ребята и говорили о том, что потратите, пожалуйста, их на нужды, вот, ребят погибших. Были оплачены похороны лично нашей организации двум человекам, Игорю Толмачеву и Даниилу Дидеку. Мы покупали венки, мы оплачивали катафалки, мы оплачивали автобусы, на которых передвигались ребята. Этому всему есть огромное количество и свидетелей, и подтверждающих, естественно, документов, потому что, ну, то есть, все это реально проводилось в нашей организации. По похоронам Даниила, кафетерий, в котором проходили поминки, оплачивали ребята сами, школьники, родители, не вникало в этот вопрос. То есть, это все по похоронам Игоря Толмачева, так как он у нас был очень значимой, очень видной персоной, оплачивали точно так же мы, на нем присутствовало 100 человек, и супруга, и дочь, все это могут подтвердить, равно как и все те места, где все это оплачивалось. К великому сожалению, за место на кладбище для Игоря Толмачева пришлось точно так же заплатить. Для Даниила нам не пришлось этого делать, потому как он был похоронен среди своих родственников, поэтому то есть, там эта сумма не была необходима. Ну, эта сумма достаточно приличная, 8 тысяч гривен на Слобожанском кладбище нам пришлось заплатить только за одно место. Ну, плюс все остальное, что необходимо было для похорон, это и гроб, и венки, и катафалки, и автобусы, и кафе, и так далее. То есть, ни одна копейка из этих денег, которые передали все люди, не была использована никуда, кроме вот конкретно этих похорон. Более того, все суммы, которые были затрачены на похороны, они, честно говоря, превышают немного, они превышают немного те деньги, которые люди сдали. В связи с тем, что у нас были отложены средства на, ну, бывают всякие разные ситуации, к сожалению, эта ситуация произошла. Вот, мы смогли все вот это погасить, потому что не считали, что должны родственники еще и это все вникать, хотелось очень сильно помочь. Как бы сами вызвались, сами все это и сделали. Точнее, не то, что даже сами вызвались, а вот первый человек позвонил и спросил, Ирина, ну вот сейчас вам передавать помощь, вы будете заниматься? Естественно, мы занимались, потому что Игорь Толмачев, во-первых, был моим другом, во-вторых, я при этом присутствовала, при этом в теракте, и там точно так же находилась. Вот, это что касается конкретно вот этих всех растрат, которые были по вот этому вот страшному событию. Далее несутся заявления в мой, конкретно уже лично в мой адрес, о небыто купленной машине моей за волонтерские деньги. Машина моя, что указано в паспорте, была куплена на 20 февраля 2013 года. Далее несутся какие-то заявления о том, что вроде как я построила дом на волонтерские деньги. Дом мой, на что есть документы, построен в 2010 году. Далее, я и моя семья достаточно небедные люди. Мы жили до момента начала войны абсолютно нормально и прекрасно. У нас есть квартира, у нас есть офис, у нас есть дача, но уже нету того, как мы ее продали. На все, у нас есть достаточно приличный доход и у меня, и у моей семьи. Приглашаю всех на страничку ВКонтакте, в котором есть около 13 тысяч лично моих фотографий о моих всех путешествиях по Европе, по разным странам и так далее. Я это делала постоянно и всегда. Вместо покупки каких-то там дорогих украшений, кофточек, каблуков или чего-то еще, я предпочитаю, равно как и моя семья, путешествовать по миру. И тут я поступила точно так же, когда у меня, простите ради бога, закипел уже мозг и просто состояние было уже такое, что надо было отключиться немножко от волонтерской работы. Естественно, я могу спокойно позволить себе, как и раньше я это всегда делала, поехать в Европу. Я поехала в Европу и спокойно там провела это время, которое я там провела, вернулась и опять включилась в дело. Зачем объявлять нашу семью бомжами? Мы работали достаточно успешно и сейчас точно так же мы продолжаем работать на той же самой работе. на которой я и получала свои собственные финансовые средства для того, чтобы путешествовать, как и до войны, и сейчас на свои личные собственные средства, которые лично зарабатывают со мной и моей семьей. Теперь она у меня стала еще гораздо больше, потому как и моя сестра, и я вышли замуж, у нас появилось еще огромное количество родственников, и мы можем себе позволить это все делать. По постройке дома, который был, опять же, повторяю, по техпаспорту в 2010 году уже построен, как некоторые указывают, что это мега какое-то европейское там сооружение, супер навороченное, ничего подобного и близко нет. Мы его потихонечку достраиваем. Достраиваем за счет чего? За счет того, что далеко не секрет, на любых сайтах недвижимости есть информация о продаже нашего имущества. Продаем мы его не вчера, а с 2008 года. Мы продаем наше имущество. Мы продаем офис, который принадлежит нам с 2000 года, лично нам, который мы выкупили у коммунального хозяйства после той разрухи, в которую мы зашли, мы сделали из него шикарный хороший офис, могли себе это позволить, и выкупили его. Выкупили его в кредит, кредит выплатили, он принадлежит нам. Мы его продаем для того, чтобы построить, достроить свой дом, в котором мы планируем жить всеми нашими сеймами, детьми, собаками, котами и кем угодно, коровами, свиньями и так далее. Равно мы продаем свою квартиру, которую получил еще мой отец в 1981 году. Квартира приватизирована, также принадлежит нам. Эта информация есть на сайтах недвижимости о продаже квартиры, если кто-то хочет это все приобрести, пожалуйста. Равно как мы продавали и дачу. Дачу мы продали в двух, которая досталась по наследству от бабушки, маме. Это маленькая скромная дачка на 12 соток с маленьким крохотным домиком. Мы продали ее за две части, одну часть денег мы получили, на которую мы закупили необходимые материалы для того, чтобы достраивать дом, который не совсем еще закончен. Вторую часть мы получили после оформления всех документов. Я думаю, вы знаете, что в Держкомземе это непросто сделать, поэтому это затянулся на полгий процесс. Вторую часть мы получили, которую точно так же потратим на это. Надеемся, что скоро мы все-таки продадим квартиру и сможем достроить это все до конца. Далее, третий аспект того, что вроде как нецелесообразно растрачиваются средства, которые приходят для раненых ребят к нам. Должна сообщить вам, я думаю, что и многие волонтеры точно так же это все поддержат, о том, что средства выделяются абсолютно по-разному. Кто-то выделяет исключительно на раненых ребят, кто-то готов купить, допустим, какое-то оборудование, кто-то готов купить, допустим, какие-то необходимые автомобили, которые мы передаем в зону АТО, кто-то готов купить какие-то там коллиматорные прицелы, какие-то бинокли и так далее, и так далее. Потому как мы работаем точно так же и с передовой очень сильно. И наши волонтеры туда ездят и занимаются закупкой необходимого конкретно именно для ребят, которые находятся на передовой. Ни для кого не секрет, что нельзя все заплатить официально и купить в магазине, в каком-то супермаркете или в каком-то, не знаю, строительном супермаркете или еще там где-то. К сожалению, много всего можно купить только за нал и где-то на рынке, опять же, на рынке может быть дешевле, иногда, возможно, дают документы рыночные не очень, скажем так, правильного образца, как это было бы необходимо, иногда вообще ничего не дают. Особенно в тот момент, когда мы закупаем ребятам овощи на первом километре, и это далеко не 2-3 килограмма, а это идет уже на тонны измерения, потому как у нас достаточно много батальонов, которых мы обеспечиваем и об этом мы постоянно указываем везде. Естественно, идут затраты наличными, деньгами, которые люди приносят не только для раненых бойцов. Есть люди, которые готовы чинить автомобили, которые готовы для автомобилей что-то покупать. Есть и люди, которые готовы были полностью, и это они сделали, проплатили, восстановление нового госпиталя в Донецкой области, которое предпорядковывается Харьковскому госпиталю. Эти люди просто пришли, дали налом деньги и вообще сказали, ничего о нас не пишите, но мы, естественно, о них написали, мы не писали, кто они и что они, мы написали, куда было все это потрачено. Равно как и, я думаю, что никто не даст мне соврать, что есть и люди, которые готовы некоторым фондам, и об этом фонды озвучивают благотворительные, которые занимаются волонтерством, оплачивать и заработную плату, и какие-то там необходимые обучения, и какие-то еще вещи, которые не связаны ни с ранеными, которые не связаны там, ни с ребятами на передовой, которые абсолютно связаны конкретно с работой фонда. Например, не так давно мы оплатили обучение для Татьяны Филипповны Чаговец, это один из наших волонтеров, судя по фамилии, вы, наверное, догадались, что это моя мама. Мы оплатили абсолютно его сознательно, потому что это обучение на правильное написание и подготовку грантов, это обучение на правильное привлечение средств для благотворительности, которое очень сильно нам поможет в развитии нашего реабилитационного центра, который на данный момент с большим очень успехом двигается к открытию. Об этом мы точно так же давали пресс-конференцию по открытию реабилитационного центра. Далее есть у нас затраты различные абсолютно, но практически на все то, что было приобретено, что было приобретено за наличный расчет, за те деньги, которые приходят на фонд, за те деньги, которые приходят на фондовские карты, которые оформлены на мое имя, как руководителя нашей организации, нашего фонда, на все это мы имеем документы, постоянно публикуются отчеты и постоянно публикуются и платежные поручения, в которых написано, куда и что было оплачено. Постоянно мы публикуем и те чеки. Да, возможно, не совсем доскональные, я имею в виду, выглядят не совсем досконально, но, к сожалению, на рынке Барабашова иногда дают и такие, или на Лоске, допустим, дают и такие. Далее, самый главный вопрос по поводу моих колес, которые я поставила на свою машину, не санкционирована за деньги харьковчан. Довожу до вашего сведения, что на мою машину действительно были поставлены колеса, колеса были поставлены и были приобретены конкретно с моей карты, потому как на эти деньги, в связи с тем, что машина принадлежит лично мне, по идее я не обязана ее использовать в целях, скажем так, нашего государства, потому как мы сейчас заменяем немножко наше государство, а именно на помощь. Машина постоянно ездит груженная, постоянно я перевожу то посылки ребят, которые мы собираем с госпиталя, то я их забираю, то я их перегружаю, они абсолютно все этот самый. Ну, к великому сожалению, да. Так случилось, что я и глушак себе разбила сзади, потому как достаточно низкий клиренс у машины, и я разбила себе переднюю защиту, которая была, которая стоит у меня на автомобиле, на передней этой самой, равно как и вырвались защитные, в колесах, которые стоят, защитные вот эти вот круги, я забыла, как они называются, уж очень извиняюсь, я все-таки девочка, может, не важно, да. Вот, то есть, равно с этим было убито просто два диска, которые ребята раскатали на СТО и сказали, что, ну, конечно, лучше на них не ездить, но сохраните на всякий случай. Пошустрив, побегав, попросив помощи у и одноклассников моего отца, и одноклассников моего мужа, мы попросили помощи, может быть, кто-то согласится дать нам деньги, для того, чтобы машина могла двигаться. Предложила компания нам поставить колеса гораздо большего диаметра для того, чтобы машина немножко поднялась. Там нужно было ее немножко укрепить, чего-то там переделать, я в этом не очень хорошо понимаю, вот. Ну, то есть, мы на это согласились, нам сказали цифру, мы нашли эту цифру, получили эту цифру от людей и поставили эти все колеса. К сожалению, эти колеса украли. Некоторые заявляют, что я их украла у себя сама, я их спрятала, то есть, я полгода проездила на колесах, потом решила их спрятать, чтобы концы в воду, как говорили некоторые личности. К великому сожалению, я должна огорчить этих личностей, потому что я подала заявление в милицию, как ни странно, милиция приехала через 20 минут, параллельно в нашем же дворе, точно с такой же Тойоты, только красного цвета, были сняты колеса. Ни в коем случае я никого не подозреваю в этом, потому что я думаю, что это просто был заказ, просто выследили и одновременно две машины так и обчистили. К сожалению, у нас промышляется это в нашем дворе, это не первая машина, с которой колеса сняты. Вот. Сейчас, на данный момент, моя машина стоит на тех колесах, которые были у меня до этого. Соответственно, она опять же стала ниже и, ну, я думаю, что я справлюсь с этим вопросом. Что? Да. Возможность предоставить отчетность. Да, пожалуйста, мы хотели бы официально заявить и пригласить ребят, которые сейчас, ну, готовы это сделать, или которые умеют это делать, или которые могут сделать группу людей, ну, конечно, в разумном количестве, не хотелось, чтобы это было 200-300 человек, которым вот та группа людей, которая сейчас вот при помощи социальных сетей обратилась ко мне с вот этим вот, всей вот этой вот, этой самообвинениями всеми этими. Выберите ребят, мы готовы, пожалуйста, предоставить отчетность по приходу, по расходу и вообще без всяких проблем. Да, ну, можно и так сказать. И должна напомнить о том, что наша организация является официальной юридической организацией, она зарегистрирована в налоговой инспекции и постоянно все отчеты подаются в налоговую инспекцию о приходе, о растратах, об оставшихся средствах и все, что необходимо в этом этапе. Равно как и я, один из самых первых людей Харькова, но точно первый человек в Держинском районе, по закону волонтерстве, был точно так же зарегистрирован в налоговой инспекции вместе со всеми моими карточками и со всеми моими счетами. Там, кстати, еще кто-то упоминал про мои валютные счета. Так, мои валютные счета открыты еще с 2008 года, на которых есть и деньги, которые принадлежат лично мне, лично мои средства на открытиях счетах, которые были открыты уже достаточно давно. Я думаю, что если я попрошу банк, они мне эту информацию предоставят. Поэтому, как бы, если есть желание у группы людей, давайте, пожалуйста, обговорим этот вопрос. Мы готовы это все предоставить. То есть мы и так, это все эти отчетности всегда сдается в налоговую инспекцию. И вся эта отчетность, как бы она видна. И хотелось бы, вот, публиковали где-то пример отчетности какого-то другой какой-то организации, в которой, ну, простите, написано было, что вот пришло там такое-то количество денег, купили вот это за столько-то, вот это за столько-то, потратили столько-то, осталось столько-то. А, простите, а где же подтверждающие документы тогда к этому отчету? Ради бога, ну, у нас конкретно есть. Каждый день мы публикуем поименно людей, которые приносят нам деньги в госпиталь, по имени и фамилии людей, которые присылают деньги на карту, которые переводят на счет, равно как и выкладываем постоянно и все платежки со всеми проплатами в больших суммах и в мелких затратах. Раньше я это делала часто, к сожалению, я очень извиняюсь, сейчас просто нет такого времени, поэтому это делают два раза в месяц, это полностью листы, на которых есть, господи, как называется, чеки на то, что было потрачено. На то, что было потрачено эти средства, то есть это все публицируется. По поводу заявлений, собственно, с чего все началось, что вроде как у нас в группе мы удаляем отчеты. Два отчета действительно было удалено. К сожалению, один был по просьбе родственников, потому что человек умер у нас в больнице в институте неотложной хирургии, попросил сын не писать ничего более о его отце и удалить все публикации. Публикация была удалена. И обратился к нам боец, который попросил ампулу стоимостью 13 тысяч гривен по его словам и по словам доктора. Мы залезли в интернет, посмотрели действительно, что есть ампула, которая стоит 13 тысяч гривен, но есть также и дешевле все эти ампулы. Люди благопомогли, они покидали эти все ссылки. Опубликовали просьбу этого парня с его номером телефона, каждый человек мог удостовериться. Как только я связалась с докторами, попросила докторов, что давайте, может быть, как-то мы чуть-чуть подешевле и так далее, хотя человек с нас денег не просит, то есть мы собираем лично на его карту, на его личную нужность. Оказалось, что там можно как-то проколоть не одну эту дорогую, а две более дешевых. С парнем с этим бойцом мы переговорили, он сказал, что суммы достаточно, поэтому эта публикация была удалена. О чем я, собственно говоря, и огласила, что суммы достаточно, на карту бойца была собрана и так далее. Действительно, я обратила внимание на то, что действительно нет некоторых страниц нашего отчета. Не отвечу на этот вопрос, не знаю, куда они пропали. Заявляю официально, не удаляла никаких отчетов и смысла не было. Зачем их публиковать, чтобы потом удалять? Смысла никакого нет, абсолютно. Опять же, готовы пригласить человека, который хорошо соображает в Фейсбуке, не знаю, как там, хакер, айтишник, как он там называется, зайти с нашего аккаунта и посмотреть, каким образом это все происходит. Честно, профан в этом деле, полный профан, не знаю. Но на странице в группе ВКонтакте я проверила специально все это. Все абсолютно публикации, которые сделаны нами, кроме тех двух, о которых я уже упоминала, все публикации сохранены и все сделаны. Страничка ВКонтакте, у нас в Фейсбуке есть ссылка, но ссылку я сброшу всем, чтобы все могли туда перейти и там могли посмотреть конкретно на все то, что, возможно, удалено из Фейсбука. Стали обращать внимание, кстати, на то, что некоторые посты, их почему-то нет в Фейсбуке. По какой причине? Возможно, потому что, не знаю, мало просмотров, они куда-то или падают вниз. Надо где-то, может быть, в другом месте искать. Не могу ответить на этот вопрос, не знаю. Но знаю точно, что мы ничего не удаляем из тех постов, которые мы там публикуем. И если бы хотели что-то скрыть, ну уж точно бы не публиковали, а потом не удаляли бы. Я хотел бы сказать, что на самом деле до сегодняшнего дня включительно было предложение от Ирины всем, кто сомневается в отчетности, всем, кто сомневается в прозрачности работы фонда, прийти, встретиться и просмотреть документы. Это направлялось как в личку, так это публично публиковало в соцсетях. Вчера через посредников мы обращались к лицам, которые пишут, ну скажем так, несколько некорректную информацию относительно фонда, провести встречу. Провести встречу, собраться. Ребята, мы готовы полностью открывать все документы. От и до. Мы готовы показывать, сколько денег поступало, сколько денег расходовалось. И все это подтверждать документами, первичными документами, на которых не прячутся ни печати, ни фамилии тех, кто продавал, пожалуйста, перепроверяйте, делайте встречные проверки и так далее, и так далее. К сожалению, на встречу к нам не пошли. Поэтому был выбран режим выйти и публично заявить о том, что, ребята, первое, нам нечего скрывать. Мы абсолютно открыты. Фонд готов показывать и раскрываться. И следующее, официальное предупреждение о том, что если в дальнейшем будут продолжаться попытки поползновения, инсинуаций, каких-либо неправдивых заявлений относительно деятельности фонда, отдельных сотрудников фонда, мы все будем воспринимать эту ситуацию, я сейчас говорю от имени многих волонтеров Харькова, многих активистов Харькова. Будем воспринимать это как попытку топить волонтерское движение в Харькове, как попытку препятствовать волонтерскому движению в Харькове. Не надо я в Владерское движение, что вы здесь конкретно по конкретному человеку. У нас люди патриотичные, герои, молодежь замечательные, старики. Зачем вы на Владерское движение все сваливаете? Конкретно по ней есть ситуация. Мы перейдем к вопросам, не вопрос. Не вопрос, смотрите, есть открытость и понятность прозрачность работы. Пожалуйста, приходите, пожалуйста, смотрите, мы готовы показывать, мы готовы рассказывать, мы готовы отчитываться, но создавать волну о том, что воруют и так далее, и так далее, вот здесь несколько некорректно, это моя точка зрения. И мы здесь будем реагировать в правовом поле, мы будем вынуждены реагировать. Я считаю, что должно быть официальное следствие, оно сегодня будет обновлено, и по конкретным фактам должно быть доказано. Доказательно нельзя. Мы готовы. Согласны, пожалуйста. Мы приглашаем, я же говорю, есть желание, чтобы... Давайте мы не будем здесь использовать фамилии. Это как-то да. Пожалуйста, никто не против никаких проверок. Мы приглашаем вас устроить проверку. Вы можете задать, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Спрашивайте, пожалуйста. Для того, чтобы у нас здесь коммуникационная площадка, поэтому говорит кто-то один. Четко представляю, я задаю вопрос. Пожалуйста. Я его очень хорошо знаю. Смотрите, я всегда отличался и отличаюсь, я не хвалю себя, но принципиально все. Я хорошо отношусь к ним. Я хорошо отношусь ко всем сегодня людям, которые делают доброе дело. Но я всегда был за то, чтобы была справедливость. И думаю, что делать выводов по поводу того, кто, что украл или не украл, мы будем их делать только тогда, когда пройдут реальные расследования. А вам, Олег, я бы хотел сказать, не надо говорить сегодня, знаете, такими, ну, знаете, пугающими фразами. Кто-то кого-то в чем-то уличает. У нас уже есть такое, знаете, если мы критикуем новую власть, значит, мы засланники Путина. Это не правильно, понимаете? Мне кажется, это последующие будут публиковать. Поэтому вот сегодня вы все, вот вы за столом, и эти люди, которые сидят в зале вместе со мной, мы с вами, в принципе, делаем одно дело. Вот поэтому для того, чтобы это одно дело делалось правильно, я считаю, что должно пройти правильное расследование, точнее, объективное, и потом уже делать выводы. Только ни в коем случае. Я попрошу Игоря Рословна. И, пожалуйста, вопросов у меня нет. Это было моё, знаете, как депутат рассказано, существующая, действующая депутатка, которая сегодня хочет, чтобы депутаты Горсовета, областного совета, именно в Хаде, не пришли нормально. А вот устраивать вот эти вот предвыборные кампании, там, 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 да, нет, товарины, не полиции. Темой, это на самом деле. Спасибо. На самом деле, как бы я принимаю это замечание. Я просто хотел сказать о том, что, к сожалению, будем вынуждены реагировать. Это не угроза, это объективная констатация. Да, потому что всё-таки хотелось бы, чтобы всё было правильно. Меня зовут Светлана Полова. Я тот самый человек, который переписывался с вами. Да, я вас знаю, Света. И которого, ну, скажем так, уже неделю я не могу писать комментарии к вашему госту. Потому что вы меня, говоря, разговорной речью, забанили. У меня два вопроса. Первый. Вы сознательно сейчас шли на пресс-конференцию. И вас люди просят, дайте конкретные цифры. Конкретные цифры. Сколько вы потратили на покороны Дани Дитика? Сколько вы потратили на поминки Толмачёва? Сколько вы потратили на покороны Толмачёва? Вы идёте на пресс-конференцию, и вы не в состоянии написать список конкретных цифр? Вы сейчас сидите перед... Папа, Дани, Ди, и говорите, я передавала сумму. Вы можете сказать конкретную сумму, которую вы передали, из рук в руки. Но если вы можете здесь все сидеть, что же нам скрывать из-за вам? Да, конечно. Конкретно... Здравствуйте, Андрей. Конкретно Андрею и его супруге, когда я приходила к ним домой для того, чтобы передать средства. Было передано 50 тысяч гривен из той суммы, которые были поделены. С этими стоями? Да. И была передана сумма в размере пяти от однокласс... Не одноклассника, от отца... Отца... Она сама отдавала права с... Нет, нет, подождите. От отца, который передал мне возле памятника Шевченко. Деньги лично для вас. Да... От отца, одноклассника Дане была передана вам сумма денег. Ну какая сумма? Я же назвала сумму пять тысяч. От одноклассника от отца... От отца... Вы их передавали? Да, я передавала вам... Вы передавала? Нет. Причем тут Светлана Павловна? Вы приходили с директором школы? Директор школы отдавал свои деньги? Директор школы... Окей, ты собрала школу? Директор школы передавала деньги, которые собрали детей для Коли, которые были переданы его девушке. У меня есть переписка с вами, где вы мне пишете о том, что вы получили для меня 15 тысяч рублей. Я могу сейчас ее показать. Да, пожалуйста, покажите. Андрей, вы можете не показывать, я могу ее прокомментировать. Вы сказали, что вы мне ее отдали. Это сумма, это сумма, которая была собрана волонтерами, ребятами, которая была передана мне для того, чтобы я эту сумму они передали ее мне, чтобы я ей распорядилась. И эта сумма была потрачена на похороны, простите, пожалуйста, вашего сына. 15 тысяч жили? Больше. Больше? Да. Можно узнать, по что? Нет, я просто если должен, я хотя должен понимать, за что он должен. Пригласи Андрея, чтобы он просмотрел первичку и все. А, Андрей, почему вы мне что-то должны? Вы мне ничего не должны. Нет, но вы сказали о том, что вам денег, которые вам перечислили на ребят, на погибших, вам не хватило. Вы закладывали деньги свои. Вы сказали об этом, правильно? Да, конечно, я об этом сказала. Это был... Я готов отдать вам эти деньги, только вы скажите, за что вы их потратите. Андрей, вы ничего мне не должны. Я говорила, это совершенно не для этого. Я вам говорю, вы можете сказать, что вы их потратили? Да, могу сказать. Я думаю, что вы это подтвердите. Сумма в количестве, которые вам перечислили деньги именно на помощь и раненых выпадивших. Можно дать обычный, нормальный отчет. Сколько вы получили денег, сколько вы потратили. Только с указанием именов, потому что мне постоянно звонят, пишут люди, говорят, вы получили эти деньги. Я говорю, я не знаю. Но я уже знаю 100%, что большую часть я не получу. Просто исходя из СУ. Мне не нужны эти деньги. Люди, которые меня знают, они знают, что я ей так помогаю, но мне не нужны эти деньги. Вы знаете отлично, когда вы мне отдавали, я думаю о том, что эти деньги пойдут ранен. Я их собирался дать. Да, я знаю, да. Вы это говорили. Я это говорю не ранен. Но я не хочу, чтобы эти деньги шли не по назначению. Особенно после определенных ваших высказываний. Я вообще, честно говоря, даже отчетов с вами не знаю. Это ваше право. Это мое право, да. Совершенно верно. Но отчет, отчет, вот вы, журналисты, будьте добры сделать полный отчет конкретно по суммам, по фамилиям, по людям, которые вам перечисляли деньги. Как здесь, так и из-за границы. Полностью. Не напишите, пожалуйста, как вы их поздравили. Мы сейчас говорим о... Конкретно о теракте. Мы конкретно о теракте. Хотите, вы хотите аудит, давайте сделаем аудит. Не зависит от аудита ваших карт, всего, то есть вы можете дать доступ людям. Пусть люди сделают аудит. Я только что это предложила. Ну, аудит сказала, что... Я только что, я только что это предложила. Вы уже предложили. Люди придите в госпиталь, посмотрите, что написано. Я должен... Один человек пишет, допустим, Смельницкого говорит. Я перечислял вам деньги, вы их получили, мне нужно сказать, пойдите ли не в госпиталь, посмотри. Или как? Ну как мне нужно... Но если он перечислял вам деньги, то вы должны знать, получили вы или нет. Он через вас перечислял, он меня знать не смог. А, я поняла. Я не давал согласно нигде. Я не инициировал вот здесь. Да, действительно, перечислялись деньги, я этого не отрицаю, я с этого начала заявление, о том, что перечислялись деньги, конкретно по терактам, перечислялись все эти деньги. Я заявляю сейчас и обещаю вам лично, Андрей, будет полностью опубликован еще раз отчет о потраченных всех суммах, о полученных, о потраченных по 22 февраля. Не могу обещать вам это сегодня, не успею физически. Обещаю вам, что в субботу утром этот отчет будет там висеть. Простите, ради бога, не успею физически просто его сделать, подготовить и опубликовать. Еще раз он уже был? И аудит. Конечно. С 23 февраля, от 22 не было ничего. С 23 февраля люди начали перечислять деньги, конкретно по терактам. Были отдельные посты, где было написано. Что-что? С 23 февраля по 26, по-моему. Было прописано отчет, что кто, сколько, передал, именно конкретно, что для 23 февраля для пострадавших передал. Иванов, Иванов, Петров, Сидоров, Сидоров, 100-кота, 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 этот 100-кота, этот 100-кота. Далее была публикация о том, что вот передали 50 тысяч тому, потом передали 50 тысяч тому, потом передали 50 тысяч тому. Эти все отчеты были каждодневно опубликованы на Фейсбуке. Я готова, Андрей, по вашей просьбе и по просьбе людей всех, и по вашей, Светлана, опубликовать отчет конкретно по растратам и полученным финансам по теракту. Никаких криминалов там нету абсолютно, и все четко было потрачено. Вы сейчас сказали, что вы потратили еще свои деньги. У меня есть информация, исходя из того, что вижу я, что там деньги отличились, так что там достаточно было ну как бы перекрыть это с головой. Ну вот просто, исходя из той информации, я знаю конкретных людей, которые давали деньги. Даже вот про 15 тысяч, которые вы говорите, я могу сейчас... 12, я ошиблась, 12. 12, писали 15. Ну я вам писала 15, да. Писали 5. Нет, подождите. Одна сумма была передана лично для вас. Та сумма, которая была собрана волонтерами, она была передана с формулировкой, с формулировкой того, что можем мы потратить их на помощь семьям погибших ребят. Ну, я считаю, что оплата похорон, это помощь семьям погибших ребят. Андрей, вы же не можете отрицать, что этого мы не делали. Я хочу увидеть просто... Да, Андрей, нет вопросов, я отвечаю вам. Я не могу сказать, что у вас нет. От вас не нужно. Андрей, я отвечаю на вашу просьбу, и будет опубликован пост, который все абсолютно могут увидеть. Мы расшарим его по всем абсолютно группам, конкретно по поводу потраченных всех денег на 22 февраля. Последние из них, 50 тысяч, были потрачены недавно на Институт неотложной хирургии. Я думаю, что у вас эта информация есть, что мы на Институт неотложной хирургии закупили это все оборудование. 50 тысяч – это чужие деньги. За них, как бы, за 4 раза будет, и тем человеком, который вам давал. Не это как бы и дешевле. То есть я, со своей стороны, говорю, да, 50 тысяч, которые были для него, вы мне их отдали на помощь. То есть в этом отношении у меня вопрос о том. У меня есть вопрос насчет всех остальных денег, которые были перечислены. В течение всего этого времени. Не с 23 по 26, а вообще-то все это время. Потому что есть люди, которые перечитали вам значительно позже деньги. Пригласи. Андрей, а если мы проведем в рабочем режиме следующую встречу, у вас есть информация о перечислениях. Правильно? Мы пойдем обратно. Определенная. Мы пойдем обратно. Почему я должен доказывать? Нет, нет. Вы не доказываете, Андрей. Вы доказываете. Вы сможете... Ирина вам откроет полностью всю информацию. Она, в принципе, публично, она открыта и так далее. А вы сможете... Нет, не в этом дело. Дело в том, что... От вас и чуд уже полтора месяца запросит. Кто-кто? Валера. Про которого пишите. Кто такой Ушапов? А я не знаю, кто это. Так это человек, который вам деньги отдал в руки. По расследованию он пригласил какого-то парня по фейсбуке. Он называется Марк Захаров, который заявил мне, что он является расследователем этого дела. Я конкретно Марку Захарову ответила на вопрос. Пожалуйста, пускай человек, который передавал мне деньги, придет ко мне и лично со мной встретится. К великому сожалению, это так в воздухе и растаяло. Никто не пришел, никто не встретился, никто не встретился. Я не хотела бы, чтобы это не хотела. Да, нет, нет, конечно. Давайте сделаем так. Если у вас... Если можно, давайте я хочу заметить, что мы не обвиняем чайковец, а мы заявляем о подозрении. Это разные вещи. Тем не менее, это называется деформацией, за это надо будет материально отвечать, если подозрение. Не переживай. Это первое. Второе, я шел там рядом. Понимаете, я шел рядом с Палмачевым, я шел рядом с вашим сыном. И что? Я знаю Ярину за это время. Я знаю, что я на свои деньги тратила в огромном количестве. Когда сейчас это обвинение... Вот скажите одну простую вещь. У нас была уже аналогичная ситуация с другим волонтером, только за него славантеры стали. Ничего подобного. Ничего подобного. Там была ситуация, когда они говорили, что она не может отчитаться за все деньги. Но она возила на передовую. Приехал командир подразделения, разведки, который сказал, что если бы она отчиталась за те деньги, которые на меня потратила, даже попробовал, я бы не смог бы ей, смог бы с ней дальше сотрудничать. Потому что не все, что нам приобретали, приобреталась официально. Это совершенно конкретный вопрос. Это может каждый волонтер подтвердить. По медицине и по лечению все хоть приобретается официально для наших ребят, но вы ошибаетесь. Это не так. Если вы думаете, что, понимаете, когда какие-то люди вам говорят, что давали деньги и не дошли, так вы представьте документы, что были от перечисления. Вы согласованно отменяете сейчас. Это первое. А второе, если вы рассказываете про ребят, которые шли рядом, так вы спросите у Ярины, как она разговаривает с этими ребятами, которые шли рядом. Да, Ирина, друзья? Кем она их называет? Я не знаю. Не знаете, так не говорите. Я просто был при этом, и был с этими ребятами. Вашли люди меня решили. Я не знаю. Кто был в охранах вместе с вами? Я думал, что сейчас оплодзелся. У вас есть право орать на меня, и что я заеду? Я извиняюсь. Я вынуждена извиниться, пожалуйста, если можно, давайте мы... у нас время... Игорь, я извиняюсь, у нас следующие... С чьей стороны можно узнать? С чемодель, как у вас предназначили. Меня никто не накручивает. Я не опять срежу, меня натручиваю. Легко, можно и просто... Послушайте меня, если бы я хотел получить денег, я предъявил бы давным-давно. Ирина вам подтвердила об этом. Зачем мне сейчас начинать это все? Зачем? Объясните мне. Я не имею никакого отношения ни к политике, ни к кому. Объясните мне конкретно. Это, может, вы, когда вы говорили о том, что, мол, так и так, что вы не забудьте на 5-10-е. Сейчас вы вспомнили, о ребятах, которые вы пойдете... Да ребята, орден дали благодаря нашему... Сейчас мы говорили. Благодаря. Это я вам спасибо должен сказать. Может, это ваше... Я не знаю, как это даже назвать. Это честь. Мы, вы, что сделали. Ответ не забыли. Мы не забыли, понимаете? Мы не забыли. По нашему представлению, ребятам дали орден, как положено. Через полгода. Через полгода нам предъявали это все. Ну, это не от нас зависит. От кого зависит? Можно узнать? Мы дали представлению. Я же не выдаю ордена. От кого зависит? Кто это там не дает? По Даня. Вы же писали, ваша мама писала, что вы давали на всех сразу. Да, мы давали на всех сразу. По Даня дали сразу же. Мгновенно. Почему не дали тогда, ребята? Я не знаю. Это имя. Что вас это не интересовало? Ну, как это не интересовало? Покажите мне на этот документ, что вы вспомнили об этом. Понимание, я прошу прощения, ребят. Чаще, тише. Я прошу прощения. Вы сами задали такой кул. Нет, извините. Вы не задали такой кул. Пожалуйста, Игорь. Игорь, пожалуйста. Давайте мы... Вы же вообще не к ним документам не подняли. Игорь, пожалуйста. Я прошу слово. Еще раз. Игорь, выйдите, пожалуйста. Какие мне документы на вашу? Какие так? Я их собираюсь. Игорь, мы завершаем... Мы уже последний украсил. Мы же услышали от них заявление о том, что она готова идти на контакт, что готова, чтобы проходить аудит. В принципе, наши цели стихи. Ну, а дальше, по-моему, уже следствие будет... Ну, дабы все это прорезумировать, все, конкретно, спасибо большое, Светлана. Вот, я все-таки очень рада, что вы пришли, и что мы смогли поговорить хотя бы здесь, если честно. Потому что так почему-то никто не соглашался ни на встречу, ни на что. Ладно. И приглашали. Приглашали. И об этом я писала и в комментариях, и я говорила. Я узнал, зачем, что это... Андрей, извините, но я согласно приглашала, правда. Естественно, потому что все отчеты представлены всегда.